Это открытие счетом других событий, которые были в четверг, всем известных. Но на самом деле эта история важна как для курортного района, как для Сестрорецка, которые благодаря пребыванию и Владимира Ильича, и Григория Феича. Это место гифологии стало известно как подсосление подполья Ильича. И Сестрорецкий, все советское время, разли, было здесь благодаря этому времени. Это 6 лет, что гораздо больше этого места. Если говорить о более масштабной петербурге, то пригодим в первый руководитель. Град, да. Первый советский. Первый советский руководитель. Даже второй советский, если мечтаем, второй ускорить. Глобально масштабно, да, и говорить о руководителях его как предводителя Клинтерна, то это уже можно смотреть более масштабно. Поэтому, хоть и выставка по площади не такая большая, но достаточно значимая, незначимая для музейного мира еще потому, что, наверное, есть какие-то выдачные идеи, образовательные учреждения, какие-то слабо открывать факты, которые были стерпы. И в истории характеристие долгое время. И открывать исторические персонажи. И, конечно, в этом большая, основная заслуга Вячеслава Николаевича, как человек, который в первую очередь изучил географию Григория Зиновьева и главную научную работой. И очень много труда вложено. И благодаря художественному решению Егора Богачева, которое было непросто вместить в эту площадь. Это очень, на самом деле, непростая работа. Вот это художественное решение, которое пришло Егору и Вячеславу Николаевичу. Поэтому мы очень рады, что это выставка состоялась. Я введу ее скоро Вячеславу Николаевичу. Спасибо, Михаил Сергеевич. Тут можно добавить, что мы в 20-м году еще собирались открывать эту выставку. Нам всем интересны события. Они несколько оттянули этот знаменательный момент. Хотя, действительно, выставки до этого проводились физически только в 1925 году. Не просите, в 1924 году действовала она 25-го. Это была выставка, посвященная пятилетию коммунистического персонала. И фотографии с этой выставки здесь тоже представлены. Они довольно характерны. Но впоследствии, по сути, так уж получилось, что Зиновьеву самостоятельных выставок не посвящалось. Был уголок Смольному, посвященный Зиновьеву. Точнее, как там выставка руководителей города. И там есть футерина, посвященная Зиновьеву. Аж с целыми четырьмя фотографиями, часть из которых здесь тоже присутствует. В подразделениях музея Смольного также есть музей-квартира Аллилуевых, где также собирались и анонсировали открытие выставки о Зиновьеве. Там есть кровать, на которой Григорий Алексеевич, так сказать, каратал июльский. Вот хотели на ней сделать выставку, но не сделали. Поэтому, в целом, мы, можно сказать, вот первый идем по стопам пятилетия Коминдена. Тут, на самом деле, выставка посвящена не только Безиновьеву, она посвящена, в том числе, и формированию историко-партийного мифа. Поскольку 1921 год это создание системы историко-партийных учреждений, это создание Истпарта, это создание собственного института Маркса Энгельса, впоследствии ставшего институтом марксиста и ленинизма, их разветвленной структуры, которую мы вот здесь постарались осветить. Потому что именно историко-партийные учреждения начали аккумулировать в себе эту, собственно, историю партии. Свидетельство современников, непосредственно участников событий, все это диксировалось в своих воспоминаниях. Поэтому центральным местом этой экспозиции является такое реконструированное место секретаря Легендарского отделения Истпарта, на котором потенциальный секретарь гипотетически записывает мемуары Гемельянова. И первый вариант этих мемуаров, он разложен по пениметру. Энгельс с ним можно познакомиться, но это если мы с вами говорим о концепции в целом. На этой оптимистической ноте, тут интересный Зиновьев возрастает, вот вышел монография Юрия Николаевича Жукова о Григории Зиновьеве. К тому же, надо сказать, что не так давно в Музейном мире тоже произошло событие. Мы в четверг демонстрировали копию фарфоровой кружки, которая ушла на аукционе за 5 миллионов рублей. Не удовольствие купить. С изображением Григория Алексеевича Зиновьева, которой нет ни в одном иллюстрированном каталоге государственного фарфорового завода, ныне императорского фарфорового завода. Акционеры императорского фарфорового завода были обеспечены, и они могли себе позволить, а мы не смогли себе позволить приобрести эту кружечку.